За медицинскими масками не в аптеку, а в ателье. В Хантамансийске к производству дополнительных средств защиты приступили сразу пять мастерских по пошиву одежды. В работу по профилактике распространения коронавируса в округе подключились и волонтеры. Они помогают пожилым и маломобильным людям. Обо всем подробнее в следующем материале. Швеи трудятся практически круглосуточно, чтобы шить как можно больше масок. Только в это ателье поступил заказ на более чем тысячу штук. Стоимость одной – 50 рублей. Марлевая повязка прослужит около двух-трех часов, после чего ее можно замочить в антибактериальном средстве, постирать, прогладить утюгом и снова эксплуатировать. В домашних условиях можно тоже взять кусочек марли, сложить несколько слоев и закрепить, прошить изнутри и вывернуть. Очень удобно. О дефиците масок в Хантамансийске можно не беспокоиться, заверяют местные власти. Сразу пять ателье города приступили к пошиву четырехслойных многоразовых защитных средств из сертифицированной медицинской марли. Любой житель города может купить организацию. Сегодня у Домбыта Сибири, я знаю, заказ на тысячу масок. Иные граждане спрашивают, где можно купить такие маски. Информация о объектах, ателье, в которых будут реализованы данные изделия, размещена на сайте администрации города Хантамансийска. Региональный штаб УНФ тоже держит руку на пульсе. Волонтеры в городах Югры будут оказывать помощь пожилым и инвалидам. К примеру, закупать для них продукты, лекарства, средства гигиены и помогать оплачивать услуги ЖКХ. На сегодняшний день у нас 10 заявок, чтобы быть волонтерами. Это не только волонтеры-медики, это любые неравнодушные люди от 18 лет, которые проявили соучастие к ситуации. В помощь жителям Югры действует и круглосуточный колл-центр общественников. Он обрабатывает входящие звонки по всей России. Заявка заполняется в приложении УНФ «Помощь» и передается в региональный штаб. На сайте УНФ можно заполнить форму на своего родственника. В случае необходимости вызвать ему помощь на дом. Чем хороша эта форма, это для тех граждан, которые, например, пожилой человек живет отдельно от детей, в другом субъекте Российской Федерации. Люди за него беспокоятся и могут заполнить эту форму и заказать помощь. Для лучшей координации помощи в самом крупном городе Югры готовится к открытию волонтерский центр в Сургуте. Александра Амелина, Александр Шимолин, Вестию Гория, Ханты-Мансиск.